Всем привет, вы попали на канал Никарча Лайв. Спустя два месяца всем... Ладно, мне стыдно, мне действительно стыдно, что я забросила вас на так много времени, но так получилось, к сожалению, по независимым от меня обстоятельствам. На самом деле я просто не могла найти время на съемки, а в какой-то момент такая, надо снять. Потом думала, да нет, что-то как-то, наверное, у меня настроения нет, и как-то можно посудку помыть, что-то поделать. И вот так откладываем, 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 в итоге два месяца. Сегодня речь пойдет про Арчи. Если что, вот он у меня на ручках сидит такой, пыхтит. Ему не очень нравится, потому что я сижу в одной позе, чтобы не двигаться никак в кадре особо, и его это особо не устраивает дело. Сейчас, с вашего позволения. Вот. То есть, в сегодняшнем ролике речь пойдет чисто про Арчи, то есть, что с ним произошло. Рекомендации для владельцев маленьких собак, чтобы с вами такого не произошло. Вот. Арчи еще раз вам покажу и отпущу. Сладкая собачка, иди гуляй. Я очень надеюсь, что он мне не сдвинет вот эти прекрасные навешанные штучки-дрючки. Я очень сильно старалась сделать красивый фон, типа, вот я меняю цвета всякое такое, мне фиолетовый больше всего понравился, такой довольно нежный. Вообще, в последнее время как-то подсела на какие-то вот сиреневые, фиолетовые, голубые тона, как-то очень приятно для глазика. Для психики, я читала, тоже такие цвета довольно полезные, они так успокаивают, расслабляют. Вот. В общем, все, что нам надо вот в современных реалиях. Что случилось с Арчи вообще? Я, честно, в анатомии не разбираюсь, в строении собачьего организма вообще не разбираюсь. Все вот взято из интернета и со слов нашего ветеринара. Сразу не буду томить, у Арчи произошло отслоение сетчатки глаза. Ну, то есть, можно заметить, что правый глазик, ну, для вас зрители, он будет слева находиться. То есть, вот этот глазик, вот эта глазюка сладкая с этой стороны, она немножко отличается внешне, но на его жизнь это, в принципе, никак не влияет. Он все так же видит, просто чуточку хуже вот этим глазиком. Так, он такая же здоровая, счастливая и живущая полную жизнь свою собачью. Собачка. Да, собачка. Что это такое по-научному? По-научному, вот здесь вот что-нибудь выскочит, вот вкратце. Это, получается, у нас на правом глазике такая бяка. И идет потеря зрения примерно, ну, процентов 50-40. То есть, глазик у него в виде где-то в половину от своего первоначального состояния. Я не знаю, почему я так странно дышу и говорю. Походу, реально отвыкла. На качество жизни, сразу говорю, это никак не повлияло. То есть, он не ходит кругами, он никуда не вырезается. Он так же активно, мы там выходим с мячиком побегать, с пулером побегать, на диван он прыгает. То есть, все у него, все, в принципе, как всегда. Вот, почему так произошло? Произошло так из-за, ну, как, опять же, как нам объяснял ветеринар? Мы пришли, он говорит, что случилось? Потому что это не какая-то внешняя травма, то есть, он нигде не ударился, не накололся. Его там, не дай бог, никто не ударил. Это изнутри пошло. Это из-за внутричерепного давления. Что-то у него дало на глазик, что-то дало на сосуды, и произошла отслойка сетчатки. У нас в тот день были гости, с ним активно играли, и вот мы с ветеринаром как раз-таки на это и думаем. Но, опять же, мы довольно часто ездим куда-то в Москву в гости, мы куда-то часто ходим, с кем-то встречаемся, и непонятно, может быть, это было накопительным эффектом. То есть, даже ветеринар точно сказать не может. Собака, не скажет, что очень возрастная, но ему уже шестой год идет, все-таки, возможно, это такой возраст, в котором болячки все проявляются. В общем, сложно. Это, знаете, наверное, как с людьми. Нет, 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 да вот что-то выстрелит какая-нибудь гадость. Фух. Да. Тяжело, тяжело. Я вообще не снимала, то есть, не делала фотографии, как собака выглядела у нее, он просто был такой воспаленный глазик. Мне было не до фотографии, не вот законспектировать как-то это, у меня вообще было все равно, главное вот вылечить собаку. Говорю сразу, вылечить это медикаментозно не получится. То есть, только какая-то операция, опять же, маленькая собачка, наркоз, никому это не надо, мало ли что с сердцем будет. Поэтому мы лечились чисто медикаментозно, чтобы убрать сам очаг, чтобы это не ухудшилось. То есть, мы просто сняли воспаление, сняли вот саму проблему, дальше просто вот как есть, так и будет. Как мы лечились? Просто кратко о лечении. Лечение, к сожалению, мы начали не в первый день, как это проявилось, то есть, мы с утра проснулись, я смотрю, что-то он как-то вот глазик прикрывает странно. Я щелкаю, отправляю маме, типа вот что-то с собакой странное, я не знаю. Вот. А дальше ему начало становиться прям плохо, то есть, он кушал, бегал, играл, но глазику прям было нехорошо. Он его прикрывал, потом открывал очень... Ну, я, честно, даже его точно не вспомню, потому что тогда я была вся на нервах, на переживаниях. И быстрее бы к ветеринару. Почему мы не пошли в первый день? У нашего ветеринара, к которому мы уходим 5 лет, был выходной. А зная наших ветеринаров, если мы пошли к кому-то другому, нам какие-нибудь уколы, не знаю, непонятные проставили, поставили какой-нибудь левый диагноз и просто содрать денег. Поэтому я такая, просто закапала кабельки против, ну, обеззараживающей что-то такое, типа бриллиантовые глазки, там протерла хлоргексидином глазик и все. В принципе, это максимум, который я могла сделать собаке. Дать собаке. На следующий день мы пошли к ветеринару, нам посветили в глазик лампы, сказали так и так, поставили уколы, и тут мне вручают шприц с тремя кубами, говорят, уколы ставить умеешь? Я говорю, а-а, мне говорят, научишься, держи. И мы ставили арчи уколы. Это было довольно проблемно. По одной простой причине. Собака очень маленькая, и нужно как-то в ляшечку попасть, именно вот в мышечную часть, во-первых. Во-вторых, уколы очень болючие. Болючие настолько, что вот я держу собаку, ветеринар ставит укол, и собака у меня визжит от боли на протяжении минуты, поджимая лапу. И это реально вот для хозяина очень эмоционально тяжело, потому что собаке больно, ты за нее переживаешь. И ладно, ветеринар, я сама оставила, я одна дом, я одна живу, в принципе. Я ставлю укол, собака начинает визжать, мне становится его жалко. Еще я немножко криво ставила уколы, но, естественно, я никогда в жизни таким не занималась, тем более на такой маленькой собаке, на такой маленькой тушечке. Вот. Мы продирались три укола сами. Дальше у собаки вся попа исколота, он уже на меня рычит, огрызается. И пришлось ехать опять к ветеринару. То есть просто чтобы нам проставила укол, но заодно посмотрела, как вообще идет прогресс, не идет прогресс. В параллели я еще ему капала какие-то капельки в глазки, показывать не буду, чтобы вы, не дай бог, не занимались самолечением. И протирала глазки ромашкой. Специально продается ромашка. В таких маленьких баночках по три штучки. Можете просто ромашкой протирать, если там, не знаю, глазки текут, например. Как обеззараживающее средство. Вот. То есть это можно. Что мы имеем на данный момент? У собаки просто расширен зрачок, видно глазное дно. Если просвечивать это прям фонариком специальным, так просто у него расширен зрачок. Арчи, на кого ты там лала? Расскажи мне. На улице лаяли собачки, он решил тоже вместе с ними погавкать. Да, Арчи? Кто хороший? Кто красивый? Кто красивый? Это он за рукой за моей следит. Да, ты хороший, ты красивый, да? Да, ты хороший, ты красивый. Ложись. Чебось. Ложись, ложись, клади мушечку. Он реагирует на свет в паре с другим здоровым глазом. То есть сам по себе глаз не реагирует практически на свет, но в компании с другим драчком он уменьшается и увеличивается, соответственно. Опять же, на жизнь это никак не влияет, собаке не больно. То есть это самое главное, чтобы собаке моей не было больно. Потому что если он страдает, то как бы это уже частично и мой косяк, что ему плохо. Из-за моих же каких-то вот, не знаю, нехалатностей, но где-то я могла побольше его отвезти к ветеринару, чтобы еще ему какие-то уколы проставили. Не знаю. Фотографии вам покажу сейчас Арчи. Специально сфоткаю, вот прямо вот после того, как ролик засниму, сфоткаю, как он выглядит, чтобы вы посмотрели. То есть внешне у него просто как глазки у кота из Шрека. Один глазик у кота из Шрека. Когда он радуется, у него два глазика одинаковые. В принципе, выглядит это адекватно. То есть ничего ужасного. Советы для владельцев маленьких собак. Маленькие собачки подвержены высокому внутричерепному давлению. Из-за чего, собственно, у нас вот эта вот бяка и произошла. У него, в принципе, давление скачет. Он метеозависимая собака. В принципе, собачки с большой головой, чихуашки, они метеозависимы. Я сама метеозависимая. У меня вот, например, вчера у нас с утра было солнышко, жарко, к вечеру пошел дождь. У меня давление. У меня, знаете, вот изнутри как будто в глаза тыкают иглами. Вот у меня тоже давление. Поэтому я прекрасно понимаю собаку. Тут как бы и люди, и собаки живут, и все страдают. В общем, если у вас маленькая собачка, старайтесь прям как-то очень сильно не перевозбуждать ее. То есть спокойненько порадовалась, побегала, все. То есть, не знаю, вот я теперь буду прям беречь собаку, чтобы он у меня сильно не перевозбуждался, не радовался. Просто типа хвостиком помахал, поглазился, все. Хватит. Мы также ходим гулять активненько, общаемся с собачками, которые нам нравятся, которые не нравятся, мы на них рычим. Но это классика. Это еще у нас лет с двух с половиной, с двух началось. Вот, с людьми также он общается. Соседи наших любят, обожают. Поэтому просто больше спокойствия, вот в плане, не знаю как, в эмоциональном плане, чуть побольше спокойствия. То есть следите за собачками, если вы видите что-то не так в поведении, во внешнем виде, в охапку собаку и к ветеринару. Максимально быстро. Опять же, у нас получилось так, что я не доверяю другим ветклиникам. У нас есть вот свой ветеринар, и мы ходим только к нему, потому что реально нас много раз выручали, спасали. И в принципе человек с очень большим опытом. Кто знает, вот кто у нас из подписчиков тульские ветклиника Дельфин? Там есть противоречивые отзывы. Не знаю. У меня только хорошие отзывы. О человеке, который там работает. Я уже запинаюсь, не знаю, наверное. Да, я уже много болтаю, мне непривычно. Я обычно сижу, молчу дома и болтаю мало. Вот такие вот дела. Очень радостно, конечно, взялась за съемку. Снова. Очень по всем соскучилась. Обязательно с вами пообщаемся в комментариях. В Телеграм можете писать, но я там отвечаю как-то редко, сухо. И мне, честно говоря, не очень комфортно на этой платформе. Вот мне на Ютубе в комментариях прям по кайфу. Прям нравится. С вами были Вика и Арчи. Всех любим, всех целуем. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»